Ну, теория вообще, кто спасается и сколько спасается, она совсем неправильная. Она противоречит Слову Божьему. Потому что в Римлянам, да, в 10 главе четко сказано, что Бог не хочет, чтобы люди размышляли, кто идет в ад, кто идет на небо. Бог этого не хочет, это не его воя. То есть люди, которые ломали голову, ломают и будут ломать на эту тему, они воюют с самим Творцом. Братья, желание моего сердца и молитвы к Богу об Израиле во спасении. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усилились поставить собственную праведность. Они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедует. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет, не будут полсланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Благовествующий, благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а от слышания от слова Божия. Но спрашивают, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашивают, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность ненародом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим, а мне. А Безраиль же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Тема всеобщего спасения звучит с тех пор, как об этом начал говорить Ориген, но его почему-то за это осудили. А когда об этом говорил Низкий, как его зовут, то это не осудили. То есть получается та же самая теория в устах одного человека приветствуется, а в устах другого человека она отрицается. Почему? Как вы думаете? Чем это объяснить? Как вы думаете? Ну, я объяснять этого не могу и не буду. Это, конечно, история, о которой сложно рассуждать так вот уже через века. Но я думаю, что причина та же самая. Зависть. Потому что один человек слишком мудрен, понимаешь, и он всех раздражает. Вот. Ну, дело в том, что Ориген говорил о реинкарнации. А если рассуждать о всеобщем спасении, то есть все века, все поколения воскреснут. Ну, давайте, ну, кто-то верит, что где-то там. Хорошо, давайте там. Ну, давайте я представлю, что сюда приду. Потому что там вообще непонятно, чем заниматься. Петь и танцевать? Серьезно? А пищи нету, да? А почему же тогда ангельская пища пришла на землю? И, ну, что-то едят ангелы все-таки, да? Значит, есть еда. И она очень быстро портится, между прочим, да? Консерванты, наверное, не приветствуются Богом. Они сокращают нашу жизнь на самом деле. А если кто набирал манны небесной больше запасом, что он там ночью будет есть или на завтра вдруг не хватит, то она вся сгнивала, да? И черви ее съедали, да? Ну, читайте Писание, читайте, она спасает. Вот. Если кто-то запасается, тоже это проклятие. Вот. Да, черви тоже у нас есть, правда? Вот. Но чем я хочу сказать на самом деле? Потому что земля дает плод свой, а люди прячут, понимаете? Некоторые голодают из-за этого. Кто самый хитрый, тот и выживает, да? Бог этого хочет? Нет. Поэтому он осуждает. Осуждает воров. Осуждает, понимаете? Надо делать выводы. Принимайте решения. Делайте выводы, чтобы спастись. Ну что, давайте будем Адам и Ева воскрешать. Давайте. Ну кто там? Кто там верит в всеобщее спасение? Кто там верит, что все спасаются, что нету реинкарнации? Кто верит, что нету реинкарнации? Давайте воскрешать первых людей. Праведника Адам или неправедника? Неправедник. Значит, они погибают. Почему погибают? Почему эти люди, их души должны погибнуть? Каин спасается? Ладно, Каин уже уйдет в ад. Хорошо, дальше. Авель убитый. Что с ним? Ну, Сиф. Ну, я говорю, что Сиф это реинкарнация Авеля. Ну ладно. Не верят. Дальше. Представляете, вот все пришли. Чем они будут заниматься? Рабами, будет рабами. Это им нравится такая жизнь. Будет где-то вкалывать на черных работах. Это им понравится такая жизнь. Подумайте о спасении. Ну, хорошо. Где-то там люди будут спасаться на другую планету. Ну, может, какое-то небо. Я не знаю, чем там заниматься. Ну, что они? Чем они будут заниматься? Изучать песни, по славу Божию. Петь. Ну, танцевать научиться. Все. А есть не надо. А, будет выращивать только ману и собирать есть. Все. Это такая жизнь. Вечно. Еще какие идеи? Реинкарнации нету. Все пришли на землю. Представляешь? Ситуацию. Что начнется, люди? Война. Да, война начнется. Безобразие, хаос. Вы понимаете? Но Лилю выгнали меня. Выгнали с церкви. Слепопреломление. Зареинкарнацию. Понимаешь? Вот. Так я о чем говорю? Вот. Откуда вот это взялось? Это Девы Марии начали поклоняться. Вот это всякие разные теории возникают. Знаете, от чего это? От чего это возникает? Что кто-то хочет быть умнее другого. Понимаете? Какие-то новые теории. Как у нас уже начали Духу Святому молиться. Хотя в Библии нигде не написано молиться Духу Святому. Не написано об этом. Откуда ты берешься? От того, что я такой умный. Вот у меня откровение великое от Бога. У меня истина пришла. Вот. Все. Я нашел. Все. Мы спасены. Я понял, к кому обращаться? К Отцу не надо обращаться. К Святому Духу будем обращаться. Зачем нам там, Отец? Зачем нам Его просить? Иисуса не будем просить. Ну что там? А Дух Святой – это классно. Это же близко к нам. А может, у Бога Отца? А может, все-таки Дух Святой – это Тот, Который говорит нам? Говорит. Только то, что услышит. Он передает информацию. Бог сказал, Он сказал. А не так, как мы хотим. А мы хотим с Ним общаться, как человеком. Поклонитесь Творцу. Я говорю здесь, что я слышу Бога. Мне поставили диагноз, потому что я призналась, что я слышу Бога. А больше никто на Земле не слышит Бога? Никто не признается, что Бога слышит? Где? Кто? Кто говорит в своих ютубах, в своих каналах, что он слышит Бога, что Бог с ними разговаривает, что он ему что-то говорит? Никто. Так где пророк? Где истина? У кого истина? Где правда? Правда в Слове Божьем. Павел, апостол Иисус Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежда, надежды нашей Тимофея, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македония, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещавать некоторым, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше спора, нежели Божьи назидания вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые пустились, извините, уклонились в пустословие. То есть твёрдое основание – это всё-таки любовь. Понимаете? Потому что знания упразднятся, языки умолкнут, а любовь останется. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чём говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и осквернённых, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников-скотоложников, лжецов, глядва-преступников и для всего, что противно здравому учению. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено, Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверие. Благодать же Господа нашего, Иисуса Христа, открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилована, чтобы Иисус Христос во мне первым показал всё долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Аминь. Вот что мы имеем. Мы имеем вот такую вот благодать. Откровение, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в Нём, и рабы его будут служить Ему, и узрят лица его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут нужды ни в святильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь, Бог, освящает их, и будут царствовать во веки веков». Царствовать все будут по веки веков. Такая воля Божья. Демократия. Да. И сказал мне сии слова верны и истинны. И Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все грядут скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же слышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей, Богу поклониться. Вы понимаете, о чем говорите? Не надо ангелам поклоняться. Вот он, откровение о Духе Святом. Кто такой Дух Святой? Кто такой Дух Святой? И залил от Духа Святого на всякую путь. Это ваш ангел. Но Богу поклонись, ангел сказал. Ангел сказал. Не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернется. Праведный да творит правду еще. А святый да освящается еще. Все гряду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город. Воротами, не через двух покажут. Почему люди начали молиться Духу Истину? Знаете почему? Потому что у них в душе живет три шестерки. Знаете, что такое три шестерки? Это же коррупция. Если почитать Откровение внимательно, то вообще речь идет просто о коррупции. А элементарных вот этих вот грязных отношениях, которые не славят Бога. Понимаете? Что в жизни все можно купить. Все можно устроить. Так о чем я говорю? Когда они молятся Духу Святого, а знаете, что там было написано? Что хула на отца простится, сына простится, а на Духа Святого не простится хула. Вот они решили, что на Духа Святого надо к нему больше всего приблизиться, понимаете? Ему надо лобызать его, понимаете? Вот такая в мозгах у людей неправда. Надо же кому-то подвизаться, понимаете? Кому-то угодить. Хула на отца простится, на сына... А вот Духу Святому нужно с ним как-то быть помягче. Вот такая логика у людей. А это обыкновенный ангел, который сослуживец, и который говорит в 22 главе Откровений «Богу поклонись!» И дьявол убежит от тебя. Поклонитесь Богу. Поклонитесь Богу, и дьявол убежит. И все. А если ты поклонишься Духу Святому, прибежал к Туберс, и ты с ним общаешься, он тебе лапшу на уши вешает, а ты издеваешься над остальными. А вот так Богу поклонись. Кто молится Духу Святому, тот общается уже с бесами. Кто обращается к Духу Святому, тот не поклоняется Богу. И дьявол не убежал от него. Делаем выводы, включаем логическое мышление. Все гряду скоро, и возьмите мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я из Альфа, Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А мне псы-чародеи, и любодеи-убийцы, и дослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я из них корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И Дух, и невеста говорит, приди. И слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизнь даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Весей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано книги Весей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества всего, на того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано. Книги Весей. Свидетельствующий сие говорит ей в гряду скорую. Аминь. Ей гряди Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Иисусе Благодать Иисусе и Иисусе 측ela Бог един. Бог творит всё новое. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Для тех, кто ещё не молился, для тех, кто не обращался к Богу, для тех, кто не считает, что это нужно, посвящается следующей трансляции.